Новое обновление еще не вышло, но я уже решил сделать 100 секретов и пасхалок, которые, возможно, будут в этом обновлении. Всем приветствую вам, я просто в этом видео вам покажу 100 секретов и пасхалок в обновлении 4.0.0. Ну а перед начнем это видео, хочу вам напомнить, что в моем телеграм-канале проходит конкурс на 1 миллион монет, поэтому успей поучаствовать. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. Обновление 4.0.0 еще не вышло. Но оно может выйти через месяц, или через 2 недели, или через 3 месяца. В новом обновлении нам 100% добавят какие-нибудь предметы. Они будут находиться только в этой вкладке. И там будет какой-то анимированный персонаж. Например, вот эта вот панда. В новом обновлении будут пасхалки. Их будет больше, чем в этом обновлении. Скорее всего, отправляют пасхалки на разноцветных рыб. Эти рыбы будут разбросаны по картам. Или они все будут в одной пасхалке. Ну и когда мы подберем пасхалку на рыб, мы сможем ее купить в магазине. А все цвета рыб это... Синяя рыба, зеленая рыба, желтая рыба, розовая рыба. Эта рыба будет новым персонажем. Обычно синяя рыба будет стоить где-то 300 монет. А остальные цвета 200 монет. В новом обновлении поменяется версия в меню. Ну, думаю, это логично. Нам 100% не добавят чикен пас. Ну и кейсы. А античит, возможно, кстати, добавят. Но его очень быстро обойдут. В топ-тофлении будут баги. И их будут фиксить в мене обновлениях. Все говорят, что 4.0.0 будут глобальным. Все пасхалки найдут в первый же день. Новое обновление 4.0.0 будет круче, чем это обновление 3.9.0. Но я на это надеюсь. Нам добавят каких-то мобов. Скорее всего, эти мобы будут какими-то популярными. И скорее всего, это будут или Тол Чикен. Или Энтити 481. Скорее всего, вернут старых мобов. А точнее, этого дракона. И этого. Остальных старых удаленных мобов нам не вернут. Хотя все возможно. Добавят новую карту. Скорее всего, вот такую вот. Если нам ее добавят, то это будет первая карта в японском стиле в Чикенгане. В 3.9.0 нам добавили вот такие вот оружия в украшениях. Ну а в 4.0.0 нам могут добавить в украшение вот это оружие. Или это. Или это. Или это. Или это. Или это. Ну а этот секрет сами напишите в комментариях. Скорее всего, добавят новые анимации. Они будут связаны с каким-то предметом. И в выборе анимации будет отображаться только один предмет. Также, возможно, нам добавят анимацию дизлайка. И лайка. Возможно, будет новый режим. И вот режимы, которые скорее всего добавят. Джиггернаут. Битва на самолетах. Прятки. Также, разработчик скорее всего возьмет какой-то концепт и добавит его. Но еще нам 100% добавят что-то в костюмы. Но еще исправят баги, которые есть сейчас. Еще, скорее всего, у нас будут какие-то разноцветные крылья, как пасхалки. Например, такие вот робокрылья. Или эти крылья бабочки. Или эти страшные крылья. Или такие. Или такие. На айфон обновление выйдет позже, чем на андроид. А на андроид раньше, чем на айфон. Тигры добавят в предметы. Ведь он есть как пасхалка в меню. Лягушку тоже добавят в предметы. Обезьяна в предметах стоит анимированной. Прям как эта пасхалка. Добавят новое оружие. Новые скины. Новые машины. Новые шляпы. Новые ноги. Новые глаза. Новые клювы. Новые хвосты. Новые украшения. Новые мобы. Новые самолеты. Новые питомцы. Добавят новую еду. Добавят темный режим на каких-то картах. После обновления игра станет популярней. Что новое будет очень странным. Будет баг то, что какая-то иконка будет отображаться как белый квадрат. В начале обновление выйдет не у всех. А потом уже у всех. Будет пару пасхалок, которые найдут не сразу. Новое обновление ждет очень много игроков. Но сотый факт вы увидите в моем телеграм канале по ссылке в описании. Так идите на видео, которое вылезло у вас на экране.